МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 4-5 октября в Челябинском выставочном зале Союза художников России пройдет Южно-Уральская книжная ярмарка. Книги в последнее время вновь оказались на острие популярности. Книги читают, книги пишут. О новинках и новых лицах Южно-Уральского книговорота директор Челябинской областной научной библиотеки Наталья Диская. Здравствуйте, Наталья Ивановна. Здравствуйте. Поздравляю, во-первых, с очередной ярмаркой. Какая она уже по счету. И давайте сначала по статистике пройдемся. Сколько площадок, сколько спикеров, что будет нового из традиционных элементов Южно-Уральской ярмарки будет в этом году. Спасибо за поздравление. Для нас это ярмарка 20-я. Да, большая дата. Но если говорить об истории ярмарки, то они были разного формата, разного масштаба. И вот с 2015 года у нас ярмарки проводятся в таком варианте, который будет с 4-5 октября. Для нас это настоящий праздник, поэтому я и говорю спасибо за поздравление. Мы готовимся практически целый год к нему, потому что огромная организационная работа. И вы видите по количеству мероприятий, что у нас получилось. Вот. И к статистике вернемся. Два дня, основных два дня, в выставочном зале, больше 40 мероприятий, больше 30 издательств, 6 хедлайнеров, 10 лекторов, энное количество мастер-классов. И все это активно, практически параллельно. Все это при большом скоплении людей, как нам хочется, потому что мы ориентировали нашу ярмарку на разные категории. И мне кажется, это привлечет к нам большое количество посетителей. Во-первых, это и наш праздник, поэтому не узурпируйте его себе. Мы очень любим книги челябинца. Я заранее посмотрел программу выставки, нашел там такое словосочетание детский научпоп. Это что ж, покушение на сказку? Ну, как кажется сначала, покушения на сказку на самом деле нет. Это научно-популярные книги для детей. Научпоп сейчас очень популярен. Он популярен для взрослых и целые фестивали проводят «Сануфикшн». И они популярны, эти книги популярны для детей. Вот я в руках держу книгу, посвященную насекомыми. Это книга в виде комиксов, которая рассказывает в очень увлекательной форме детям о том, какие есть насекомые, что они делают, чем они занимаются, чем они различаются. При этом масса картинок и много полезной информации. Вот вам одно из проявлений научпопа, которое я сейчас назвала. Но еще одну книгу покажу. Ох, какая красота. Это настоящая энциклопедия, только в такой творческой, увлекательной форме, сделана авторами. Авторы из Польши. Переведено было на русский язык и представлено издательством «Самокат». Мы очень рады, что в этом году «Самокат» к нам приедет. Мы добивались этого визита несколько лет. Почему? Это одно из лучших детских издательств. Они производят лучшую полиграфическую продукцию в виде детских книг. Они работают с самыми лучшими авторами. И у них большое разнообразие детских изданий. Поэтому воспользуйтесь случаем, приходите и обязательно приобретете что-нибудь для своих детей. Еще один пункт из программы выставки, который требует вашего пояснения – марафоны. Их будет на выставке два – марафон издательских проектов и марафон добра. Проясняйте опять. Конечно, само понятие, сам термин, но он не совсем книжный. Это понятие спортивное. Тем не менее, оно сейчас очень активно используется. Тем более, что марафон добра Даниила Гранина – это всероссийская акция, инициированная Российским Книжным Союзом. И посвящена она памяти Даниила Гранина, которому в этом году исполнилось сто лет. И в рамках этой акции проводится огромное количество мероприятий, в том числе дарение книг тем городам, которые были связаны с блокадным Ленинградом. И мы получили вот замечательные книги. Одну из них я покажу. Это каталог, ленинградский каталог Даниила Гранина. И другие книги вы можете посмотреть на нашей ярмарке. Вот это одно из мероприятий марафона. Ну, а второе мероприятие, почему и называется «Марафон добра». Инициаторы акции организуют по всей стране сборы книг для сельских библиотек. И мы на нашей ярмарке организуемый сбор книг для двух наших сельских библиотек. Причем книги должны быть не позднее 2017 года. Они должны быть хорошего качества, хорошего состояния. Это кластика, это современная литература, это детские книги. Можно купить на ярмарке и оставить для наших коллег. И, кстати, у нас уже первый есть энтузиаст, который подготовил очень шикарный, я бы сказала, подарок для наших селян, в том числе, наш участник ярмарки, Владимир Витальевич Ушаков, это автор из Екатеринбурга, написавший чудесную книгу сказы Бажова. Он по 50 книг подарит и тому, и другому району. То есть не просто даже сельская библиотека получит такую шикарную книгу, которую можно тоже увидеть на ярмарке, но и вообще в целом 50 книг получат библиотеки одного из районов. В том числе Кунашакского. Вы сказали тот и другой. Это будут два района в этом году или как? В этом году только. В этом году. В следующем году, я думаю, что, если мы продолжим акцию, будут участвовать и другие. То есть в этом году Кунашакский и какой район? И Едкульский. И Едкуль. Едкуль и Кунашакский. Они туда отправляются, да? Насколько, вы думаете, серьезно будет пополнение библиотек этих районов после этого фестиваля? По одной библиотеке. Вот по одной библиотеке. И Ушаков Владимир Витальевич, он дарит не по одной книге, а 50. А вообще будет фонд формироваться для двух сельских библиотек. Я думаю, что будет пополнение. Мы тоже постараемся, потому что мы постоянно помогаем нашим и библиотекам, и различным другим учреждениям в пополнении. Библиотек, например, мы отправляем книги в колонии и так далее. Для того, чтобы люди имели возможность читать. Тем более сельские библиотеки нуждаются очень сильно. Что мне в этой ярмарке нравится, это большое присутствие южноуральцев и присутствие разное. Вот Андрей Лавров свою коллекцию «Самыздат» выставляет. Надежда Анатольевна Капитонова о жизни после пенсии будет говорить. «Язык Эшнштейна», «Трифата» до «Рашитова». Макс Бодягин представит социальные проекты, которые делают наши челябинцы. Но выставка – это все-таки про книги. В этой части вот интересно, «Южноуральцы» насколько будут серьезно представлены. Мы писатели или читатели? Мы и писатели, и читатели, «Южноуральцы» будут представлены активно. Мы всегда это делаем. И, в принципе, изначально, когда ярмарка зарождалась, она была направлена на продвижение продукции книга южноуральских издательств, южноуральских авторов. Поэтому будет активно работать у нас площадка «Марафон издательств». И у нас будет представлена возможность тем авторам, которые захотят представить свои книги, свои издания, в частности, Нина Васильевна Пикулева. Она будет представлять свои новые книги. Это будет издательство «Краера». Причем они придумали очень творческую презентацию своей новой книги вместе с творческим коллективом из Красноармейского района и другие. У нас будет работать площадка Союза писателей Челябинской области. Это наша традиция, и мы от нее не отходим. Кроме этого, у нас очень героем, я бы сказала, ярмарки будет издательство Марины Волковой, которые в этом году были как никто успешные. Во-первых, они продолжают издавать антологию современной уральской поэзии. Они стали победителем крупнейшей, старейшей премии. И получили эту премию международной, причем за, такая премия называется, 50 книг, 50 обложек, за лучшее оформление книги. И, конечно, этим надо гордиться, и надо гордиться не только издательство вообще Челябинской области, потому что единственные из России они одержали эту победу. А южноуральцы будут... Извините, а книга это будет там представлена? Будет, будет. Это замечательно, это шикарная книга, без этого никак нельзя. То есть покажи товарищам, что называется. И, конечно, об этих событиях мы узнаем, и не только библиотекари, не только те люди, которые постоянно ходят в библиотеки в качестве читателей и посетителей, но и обычные граждане, которые еще по каким-то причинам до библиотеки не дошли, до книжных магазинов. Вот что мне еще нравится в этом проекте, вот этих фестивалях, ярмарках, это то, что там можно звезду встретить и со звездой больше того поспорить, потому что они организуют дискуссии, круглые столы, встречи с читателями. Насколько сегодня вот эта возможность мне и нам, читателям, будет представлена в этом году? Великолепная возможность, я бы сказала, будет представлена, потому что у нас шесть хедлайнеров. И я вот сейчас покажу книгу Романа Сенчина «Зона затопления». Она уже стала победителем Большой литературной премии. Алексей Сальников, наш автор из Екатеринбурга, но он известен в всей стране, потому что он автор книги Петровой о гриппе и все вокруг него. И, конечно, это национальный бестселлер, и все читают эту, по крайней мере, очень многие читают эту книгу и пытаются понять, а в чем секрет такого успеха. Дело в том, что как сам автор, так и книга неоднозначно абсолютно. И даже мы среди коллег спорим, потому что кому-то понравилось, кому-то нет. Это здорово. И у нас есть возможность задать вопросы тому и иному автору. У нас будет Нина Дашевская замечательная, которая пишет о подростках. И, кстати, очень советую родителям, у которых дети сейчас подростки, и пытаются наши уже взрослеющие дети самореализоваться и утвердить себя, прийти на встречу с автором, потому что это не просто писатель, это писатель-психолог. И она подскажет родителям советы. Да, советы, как в тех или иных ситуациях поступать, когда дети не так себя ведут, как хотелось бы взрослым. Последний вопрос, исключительно организационный. Итак, четвертое, пятое, это формальные даты... Неформальные. Главные. Главные. Главные, да, извините, главные. Я подумал, вдруг я ошибся в чем-то. Нет, нет. Это главные даты ярмарки, но, тем не менее, знаю, что есть мероприятия до, и будут мероприятия после. Но лично ваше мнение, вот куда и во сколько, где и во сколько обязательно нужно быть челябинцу. Зовите 2, 3, 4, 5 точек. Почему я сказала главные даты, четвертое, пятое? Потому что на самом деле программа нашего книжного фестиваля, по сути, он такой, это не просто ярмарка, уже началась. Вчера начались кинопоказы в кинотеатре с нами. Рекомендую сходить. Я не буду говорить время, потому что здесь надо очень четко сориентироваться всем и время уточнить и посмотреть, если у вас возможности. Завтра начинается у нас театральная часть, у нас начнется новое прочтение в нашей библиотеке, когда можно будет посмотреть театральные постановки в исполнении одного актера из трех театров. У нас будут актеры, это тоже очень любопытно, начнется, кстати говоря, в 4 часа. А вот 4, 5, это выставочный зал Союза художников, где будет все очень активно, интересно и будет продолжаться у нас открытие в 11 часов. 4 в 11, формальное открытие? 4 числа в 11 часов. Последнее мероприятие во сколько? Последнее до 8 часов. Ну, лучше до 7, потому что, как правило, уже после работы еще успеете зайти. И 5, это суббота, но тем не менее, день удобный все-таки для тех, кто работает в течение недели и есть возможность прийти с детьми, есть возможность прийти с друзьями на мероприятие, сориентируйтесь, потому что много площадок самых разных, еще раз говорю, кроме книг, кроме людей, а у нас так площадки называются, кроме идей, есть и творческая площадка, где можно оставить ребенка на мастер-класс по, да, по моделированию, по разным видам техники и изготовления каких-то изделий из картона, из бумаги и так далее. А самому пойти на интересную лекцию Тима Скоренко, который работает в лаборатории Касперского и расскажет о очень хитрых штуках, которые изобретаются, но не всегда работают, часто изобретаются, не всегда работают для людей. Замечательно. Уговорили. Спасибо, Наталья Ивановна, гостем студии канала «Россия-24 Южный Урал», была директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская 4-5 октября. А в Челябинске пройдет крупнейший форум читающих людей «Южноуральская книжная ярмарка 2019». Очень рекомендуем ее не пропустить. «Россия-24 Южный Урал»